Добрый день, уважаемые трейдеры компании A-Markets, на связи Роман Корнев и моя еженедельная аналитика по торговой стратегии Scalping Intraday на зеркальных уровнях, ну а также на уровнях поддержки и сопротивления классических. Досмотрите видео до конца, в конце я покажу новости, на которых вы можете заработать. А сейчас давайте посмотрим 6 валютных пар, по которым я вижу интересные сигналы. Вот евро-доллар на H4, мы видим, что движется к зеркальной линии сопротивления, если на этой неделе он достигнет 1.1688, будет хорошая сделочка на продажу. По доллару-канадцу по-прежнему находимся в зоне консолидации, широкой достаточно. На прошлой неделе мы так и не достигли ее границ, но если на этой неделе достигнет, то будет хорошая сделка на покупку 1.2556 и на продажу 1.2859. Евро-фунт, значит, рассчитываем здесь в ближайшее время, только если он вернется к линии сопротивления 0.8559, 0.8595, прошу прощения. Вот, больше пока что, ну вот это нижняя граница поддержки, она только что сформирована, поэтому на нее особо не ориентируемся. По доллару-франку цена подходит к хорошей зоне поддержки, от нее, значит, в районе 0.9274 покупаем, в принципе, уже скоро можем подойти. Вот, если цена пробивает ее, будем возвращаться к ней, то будет сделать на продажу 0.9274 также от зеркальной линии сопротивления. Британский фунт стерлингов подходит к зеркальной линии сопротивления, готовим сделочки на продажу. Ну, а британский фунт, австралийский доллар, также рассчитываем на вот наш 1, видно, что в районе сопротивления, это 1.8810, можем рассчитывать на продажу. Вот, ну и если нормальная цена подойдет, в ближайшее время по стахастику, да, за пределы линии перекупленности 80, и будет хорошее пересечение, то можно будет рассчитывать на продажу. По стахастику смотрите на моем канале видео. Ну, а сейчас давайте посмотрим новости. На этой неделе у нас немного новостей, но каждый день. Завтра у нас решение по процентной ставке австралийского доллара, австралийского банка. Затем в среду решение по процентной ставке новозеландского банка, причем там повышение ожидается, поэтому это интересно достаточно. В четверг публикация протокола заседания ЦБ по мониторной политике, вполне возможно, что спровоцирует волатильность. Ну и, конечно же, долгожданный нонфарм в пятницу по Америке. Здесь тоже изменения в положительную сторону, точнее, да, увеличивается количество занятых, это будет положительная новость, поэтому по евродоллу рождается снижение. Посмотрим, как будут развиваться события. Наблюдаем за волатильностью. Желаю вам успешной торговой недели. Подписывайтесь, ставьте лайки. Торгуйте с удовольствием. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok